Саддам Хусейн тоже так думал. Я это знаю по своему собственному опыту и думаю, что президент Казахстана это подтвердит. Приветствую всех зрителей-подписчиков. Это канал Максимум. Самые актуальные и горячие темы. Срочные и скандальные новости, которые обсуждает весь Казахстан. Смотрите в этом ролике. Путин и Такаев приняли участие в конференции на тему искусственный интеллект в будущем. Были философские рассуждения и не обошлось без курьезов. Это уже не первый случай, когда нынешний президент Казахстана попадает в неловкую ситуацию рядом со своим российским коллегой. В общем, обо всем этом подробнее прямо сейчас на канале Максимум. Накануне состоялось весьма занятное событие. Президент России принял участие в видеоконференции на тему искусственный интеллект, главная технология 21 века. В ней принял участие и президент Казахстана. Как потом выяснилось, Такаев сыграл весьма важную роль в одном из выступлений своего российского коллеги. Это, знаете, как ружье, которое висит на сегодня в первом акте и обязательно должно выстрелить в последнем. Так весьма к месту с казахстанским президентом и получилось. Во время этой конференции Владимир Путин ответил на вопрос виртуального ассистента Сбербанка России, Сбера Афины, о том, сможет ли искусственный интеллект в будущем заменить главу государства. Ответ президента России просто стал каким-то философским откровением. Пригодился во всем этом деле и Такаев. Кроме того, во время размышления Путина вслух об искусственном интеллекте произошел забавный курьез. Президент Такаев после своей реплики забыл выключить микрофон и в одном фрагменте чужденник к месту не вышел в эфир. Как все это происходило далее в сюжете, уверен, вам будет интересно. После этого сюжета будет еще об одном неловком моменте с участием Путина, где президент Казахстана Такаев попал в весьма неловкую ситуацию. Здравствуйте, это Афина. У меня к вам вопрос. Может ли искусственный интеллект стать президентом? Надеюсь, что нет. Сейчас скажу почему. Во всяком случае, пока. Все-таки искусственный интеллект, он в самом названии. Видите, что происходит? Слово «искусственный». Как бы не настоящий. Президент Такаев уже сказал о высших источниках происхождения человека. У всего искусственного, в том числе у искусственного интеллекта, нет сердца, души, нет чувства сострадания и совести. Вот все эти компоненты, они чрезвычайно важны для людей, которых граждане наделяют особыми полномочиями в принятии и реализации решений, идущих на благо страны. И иногда, иногда, я это знаю по своему собственному опыту и думаю, что президент Казахстана это подтвердит, иногда приходится принимать, казалось бы, не совсем рациональные решения, а их нужно принимать, исходя из истории, культуры, из текущей практики и устремлений, и ожиданий граждан страны. И эти решения, они для социальной сферы иногда кажутся нерациональными. В области, скажем, пенсионного обеспечения, в области здравоохранения, в других сферах жизни и деятельности человека. Но они, для президента человека, они, кажется, являются обоснованными, потому что он принимает решения не в интересах машин, а в интересах живых людей. И должен думать именно об этом. Но, без всякого сомнения, искусственный интеллект, он может быть хорошим подспорьем, хорошим помощником, даже учителем любого человека и главы государства в том числе. Может быть, инструктором, может быть, ассистентом. И роль и значение искусственного интеллекта в государственном управлении, безусловно, будет возрастать. Я очень рассчитываю на то, что ваши коллеги Афина, так скажем, с осознанием своей ответственности, если они будут работать рядом с главами государств, будут принимать и соответствующие решения. Президент Казахстан уже сказал, что акматисты говорили об интеллекте, которого якобы в машин нет. Это вообще спорный вопрос. Во-первых, машину уже обыгрывают шахматистам. А во-вторых, что такое интеллект? Что такое... Интуиция. 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 Что такое интуиция? У меня есть основания полагать, что интуиция – это тоже знания, только не активированные. Ведь вся информация скапливается в головном мозге человека за всю его жизнь. Из чего она скапливается? Нейроны головного мозга при получении определенной информации, при принятии решения, создают цепочки, а потом создают нейронные сети. Эти нейронные сети не используются каждый день. Но они лежат где-то там глубоко. Человек даже не понимает происхождение своих тревог или своих намерений, или своих планов. И это называется интуицией. Но это все-таки основано на тех многочисленных знаниях, которые заложены в головного мозга у человека на протяжении всей его жизни. А нейронов там миллиарды и миллиарды. Поэтому, наверное, в какой-то момент может быть искусственный интеллект достигнет таких невероятных возможностей, которые можно сравнить с интуицией. Но все-таки вот такие субстанции, как душа, совесть и сострадание. При том, что машина должна выбирать наиболее рациональный путь решения. Повторяю, рациональный для главы государства не всегда является абсолютно правильным. Вот все-таки, на мой взгляд, а в всяком случае, пока машина искусственный интеллект все-таки заменить главу государства не сможет. Как я говорил, Такаев уже попадал в неловкую ситуацию косвенно связанную с президентом Путиным в активе прошлого года в пленарном заседании Валдайского дискуссионного клуба в Москве, где толкнул весьма пламенную речь о ядерной безопасности в мире и о том, что Казахстан отказался от подобного рода оружия. Однако, вместо одобрения нарвался на весьма едкое и малоприятное, особенно для главы государства, тем более публичное замечание. Я откровенно признаюсь, сначала подумал, что такую колкость позволил себе Путин, но после внимательного просмотра убивился в том, что это был модератор заседания, ведущий и политолог Федор Лукьянов. А может все же Путин? Посмотрите и послушайте сами и в комментах напишите, кто же все-таки это был. А вот и сам этот фрагмент. Кашин Жамар Кемельевич, а если этот вопрос вам переадресовать, вы могли бы несколько слов сказать на эту тему? Вот по вопросу Федора Лукьяна. Вопросы... Насчет кто ближе к Богу, окажется... Нет, насчет... Это тоже интересно, но вообще... Вы сказали, вы сказали в вашей речи о глобальном лидерстве Казахстана в вопросах ядерного разоружения, это безусловно имеет отношение. ...безопасность и вот несколько слов. Действительно, у нас есть и моральное, и политическое право говорить об этом, потому что указом президента в 1991 году был закрыт Семипалатинский ядерный полигон, и с тех пор мы говорим о том, что о важности говорим о важности ядерного разоружения. При этом понимаем, что, конечно же, эта проблема очень сложная. По сути дела, договор о нераспространении ядерного оружия от 1968 года не работает, появились де-факто ядерные государства, появились так называемые пороговые государства, но по-любому надо, конечно же, стремиться к безъядерному миру. И поэтому Казахстан был и остается приверженцем именно такого мира. Ну а все остальное это, конечно же, за членами ядерного клуба, за теми государствами, которые хотят стать ядерными. Но обладание ядерным оружием в современном мире это не есть гарантия безопасности и особенно экономического процветания. Иногда лучше не иметь ядерное оружие, но зато привлекать больше инвестиций в свою экономику, поддерживать и развивать хорошие отношения со всеми государствами мира, что делает Казахстан на практике. Саддам Хусейн тоже так думал. Друзья, на этом на сегодня пока все, чем хотелось поделиться с вами. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал Максимум. Субтитры сделал DimaTorzok